Приветствую вас, друзья! Я запускаю свой новый проект, точнее свою рубрику, так будет правильней. Это топ-5 основных новостей игровой индустрии на этой неделе. Данная рубрика будет выходить каждое воскресенье. Начнём с проекта, который вот перед вами, а точнее с компании, которые сделали этот проект. Это Ubisoft и поглощение Vivendi данной компании. Vivendi планирует поглотить Ubisoft до конца года, начал поглощение с лета того года. 25% акций у Vivendi на данный момент, ещё 5% и всё, поглощение произойдёт. Некоторые, например, говорят о том, что мы на стороне Ubisoft, потому что ибо закроются старые проекты, какие-то разработки закроются и так далее и тому подобное. На что я скажу, да, отлично, а что мы имеем на данный момент? Герои седьмые умерли, For Honor провалился, Ghost Recon почти провалился. Что касается Division, одной ногой в могиле. Радуга 6, вы скажете? Да, Радуга 6. Это единственный проект, по-моему, который актуален, за который держатся. Но там киберспортивные соревнования, наверное, дело в этом. Что же касается проектов, таких как Assassin's Creed, вы скажете, штамповка закончилась. На что я вам отвечу? Конечно, покупать-то перестали. Поэтому и штамповка закончилась. Да, сменится верхушка. На данный момент эта верхушка закроет эти проекты, там, спустя какое-то время. Новое руководство закроет эти же проекты, может быть, раньше. Ну и итог-то какой? Что мы потеряем? Не знаю, что мы потеряем, но, возможно, мы увидим плюсы, возможно, мы увидим минусы. Но хуже ситуации, чем сейчас, я не вижу. Поэтому машем Ubisoft. Вторая новость, которую я хотел с вами поделиться, это ввод в War Thunder Италии и мировой войны. Только Италия не нужна, я скажу почему, а мировая война слишком запоздала. Почему? Давайте пройдемся по Италии. Кроме макаки, мак, да, самолет, если кто не знает, ничего толкового у итальянцев, собственно, нет. Ну, там, может быть, пара моделей. Наземка будет вообще убога. Поэтому, зачем ее вводят? Так, для разнообразия, ну, окей, хорошо. Но это уже поздно, на мой взгляд. Вторая новость. Ну, вот, объявили, в 1.69 появится данный самолет. Ну, там, несколько десятков новых. Че они будут пилить, наверное, опять по чертежам. Здравствуй, картошка. Далее пошли. Мировая война. Да, ну, ничего умного они не придумывали, просто взяли картошечную идею. Мировую войну ждали в 2014 году. Кто не знал, тогда пик онлайна был 100-110 тысяч. Вот, сейчас же 50, а летом, я думаю, будет в районе 30. То есть, War Thunder загинается постепенно, и разработчики пытаются хоть как-то реанимировать свой проект, наплевав сначала всем игрокам в душу, по-другому. Я один из тех, кто был. Я не обижен на War Thunder, просто столько я посвятил времени, столько сил этому проекту. А разработчики клали благополучно болт. Ну, вот, игроки большинство положили болт на War Thunder. Ну, и сейчас компания пытается хоть как-то развиваться. То есть, это будет динамичная компания в режиме реального времени. Ну, все как понятно. Я еще раз говорю, идея не новая. Самое забавное, что данная новость среди русскоязычного комьюнити 324 комментарии набрала. И это за три дня. Очень активная комьюнити, скажу я вам. Третья новость еще интереснее. Это касается украинских пользователей, а именно подарков из России. Почему? Стим перекрыл эту возможность. То есть, если вы живете в стране, где цена выше в Стиме, то вы можете дарить. Если ниже, вы не можете дарить туда, где цена выше. То есть, вот такая система. 4 мая в Стиме объявили о том, что, мол, ребята, будем менять подарки. Они сделали первое. Это в инвентаре подарки, которые можно было подарить позже. Эту возможность убрали. А недавно стало известно, два дня назад, что подарки пользователям из других стран, где цены выше, из страны, где цены ниже, нельзя дарить. То есть, это ударило по украинцам. Такое решение должно сильно ударить по рынку серых ключей. Многие украинские пользователи покупали игры на сторонних площадках из-за европейского уровня цен в официальном магазине Стим. При этом, большая часть таких ключей уходила именно из России, где цены значительно ниже. То есть, украинским пользователям придется не сладко. Вот такая грустная, достаточная новость. Следующая новость посвящена Total War Arena. Закончилась шестая альфа. Я думаю, игра выйдет в бету достаточно скоро. Проект интересен. Конечно, отличается от того, что мы играем на глобальных картах. Но от этого он ничуть не потерял. Он по-своему интересен. Еще раз подчеркну. Первый раз я в эту закрытую альфу играл. Закрытую альфу, хорошо сказал. В альфу играл на Wargaming Festi в декабре. Уже вот с тех пор прошло полгода практически. И могу сказать, что с тех пор проект, конечно, изменился. Немного. Но его дорабатывают постоянно. И если вы ярый поклонник Total War, я вам советую в него поиграть. Возможно, скоро стартанет очередная альфа. Обычно она стартует раз в пару месяцев. Последняя новость посвящена проекту Call of Duty World of War 2. А именно мультиплееру. До этого нам стало известно, что они вернутся к истокам. И не будет регенерации здоровья. То есть вам надо 200 раз подумать, прежде чем вылезти из окопа. Чтобы не получить пулю. А далее еще интереснее. Основная идея мультиплеера Call of Duty заключается в возвращении к истокам. Это будет совершенно чистый мультиплеерный опыт, соответствующий сеттингу и лишенный двойных прыжков, экзоскелетов. Ну, в общем, что было в последних частях. Полная гауна, на мой взгляд. Но способом создания и отслеживания мультиплеерной карьеры станут подразделения, первоначальная принадлежность. В общем, грубо говоря, как в Battlefield 3, 4, 5, не 5, а 1 точнее. Вот. Мне напомнило именно это. То есть вы в подразделении выбираете свою роль и вперед. Ну, мне кажется так. Война — новый игровой режим, который привносит сюжетный элемент. То есть вы, допустим, высаживаетесь, а другая команда сидит в бункерах и встречает вас. Вот. И наоборот. Ну, достаточно интересно, на самом деле. Там у вас будут особые цели и так далее. Еще одной интересной чертой мультиплеера штаба является, по сути, мультиплеерный хаб, наподобие того, что есть в Destiny, когда игроки между матчами могут свободно перемещаться по зоне. В данный режим играют 48 человек. На мой взгляд, все-таки 48 человек уже устарело. Надо минимум 64, минимум, а лучше больше, да? Ну, вон. Тем самым, мне кажется, будет еще зрелищней, интересней и масштабней. Надеюсь, эта вам рубрика понравилась. Что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.